В Ленинском районе Новосибирска открыли площадку для молодежи с ментальными и поведенческими нарушениями. В центре дневного пребывания «Квадрат» созданы все условия для развития детей-инвалидов. Татьяна Кияева продолжит тему. Отлично. Хорошо. Закрывай. Закрыть. Нет, шкаф. Закрыть. Отлично. Молодец. Сегодня у Насти много дел. Нужно помыть посуду, подмести пол, вынести мусор. Все по графику. В центре «Квадрат» подростков с особенностями развития учат правилам поведения в обществе и дисциплине. Как я буду вести себя в кинотеатре, в кафе. Им необходимо время для того, чтобы наработать определенные первичные навыки и выйти в свет, где они живут на территории. Специальные программы позволяют нам это сделать в работе сначала индивидуально, потом по два, потом по четыре, а потом из этих стен подросток уходит в общую программу. Первые шаги к самостоятельной жизни. В центре дневного пребывания несколько досуговых зон. В комнате для общения ребята могут петь и танцевать. Все до вечера тоже, в это мы до доброта. Специалисты строят обучающую программу и распорядок дня, учитывая особенности ребенка. У Константина проблемы со зрением, а значит обязательные упражнения по развитию мелкой моторики. На той индивидуальная программа, что мы наблюдаем, если он выдерживает 20 минут, значит меняем и идем на другое занятие. И потом продлеваем, например, 25 минут, 30 минут. С подростками работают профессионалы, специалисты с педагогическим, психологическим или социальным образованием. Отделение особенное. Мы работаем в коллаборации с общественной организацией интеграция. Мы распределили, скажем так, свой функционал. Министерство предоставило помещение и выделило субсидии на оснащение. И главная задача этого проекта – это то, чтобы дети, особенно когда они становятся взрослыми, то есть после 18 лет, они не попадали в стационары. В центре дневного пребывания «Квадрат» могут одновременно заниматься 10 человек. Ребята в возрасте от 18 до 35 лет. Татьяна Кияева, Александр Миняйла. Новости ОТС.